Добрый день, уважаемые ветераны Балтийского флота, уважаемые нынешние защитники морских рубежей Российской Федерации. Дорогие друзья, сегодня вы не случайные гости Балтийского дома офицеров флота. Вас объединяет служба на первом в мире ракетном крейсере «Грозный». Сегодня мы отмечаем 50-летие со дня подъема военно-морского флага на прославленном корабле военно-морского флота. Позвольте наше торжественное собрание считать открытым. Позвольте наше торжественное собрание считать открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Замечательный поэт-маринист Леонид Соболев писал «Корабль — это особое существо, и живое, и ласковое, и суровое, и благодарное. Корабль — это твой дом и крепость, университет и оружие, затец и защита, и приют сотен товарищей твоих и соратников. Ни одно флотское сердце никогда не сможет забыть родной корабль». Двадцать лет назад Грозный был исключен из боевого состава Балтийского флота, но на флоте остались люди, которых он воспитал. И еще многое осталось. Записли в книжках и фотоальбомах Грозненцев в памяти, в сердцах. И вспоминаются имена, лица, дальние походы, и еще длиннее ожидания этих дальних походов. Испрессованные мгновения высочайшего напряжения, мгновения незабываемы. Особенно в такой юбилей, такого боевого корабля, как ракетный крейсер Грозный. «Сейчас мы увидим фотографии, несколько фотографий разных мер. Многие грозненцы продолжали службу на других кораблях Балтийского флота и вообще военно-морского флота Российской Федерации, Советского Союза Российской Федерации. Занимали, в том числе, и руководящие должности в сети денег и частях в органах управления флотом. Слово «Грозненец» всегда было лучшей рекомендацией для военного человека, поскольку членов экипажа этого корабля всех лет отличали высокие качества. Профессионализм, отличная морская выучка, внимательное и справедливое отношение к товарищам по службе, «Забота о матросах, главных движителях на корабле», — как очень образно выразился адмирал Нахимов. «Иделькастров». «Эту фотографию запомните особенно. Первый космонавт, первый в мире космонавт, на первом в мире ракетном крейсе». Вот он, ракетный крейсер «Грозненец». Слово предоставляется заместителю командующего Балтийским флотом по работе с личным составом, капитану перворанга Олегу Михайловичу Молчанову. Спасибо, спасибо, уважаемые товарищи, дорогие наши ветераны. Мне, честно говоря, очень волнительно, приятно и в то же время волнительно присутствовать сегодня на вашем празднике. И я считаю большой честью для себя быть приглашенным и находиться в этот день вместе с вами. Потому что каждая возможность пообщаться с ветеранами – это бесценная возможность прикоснуться к нашей легендарной истории, к истории Родины, к истории военно-морского флота России. По поручению военного совета Балтийского флота и лично в рево командующего дважды краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирала Кравчука Виктора Петровича, я сегодня поздравляю вас с юбилеем вашего легендарного корабля с 50-летием, со дня подъема военно-морского флага. Вы знаете, несмотря на свой, скажем так, юный возраст, я застал еще то время, когда в боевом составе военно-морского флота СССР находились корабли, ракетные крейсера пол-108 проекта. Я службу начинал на Тихоокеанском флоте и прекрасно помню эти замечательные корабли, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», крейсер «Адмирал Флокин». Что могу сказать? Но в то время, будучи юным лейтенантом, я уже немножко так разбирался в военно-морском ремесле. И поражала, при виде корабля этого проекта, поражала красота архитектуры. Вот действительно, вы знаете, было ощущение чего-то такого современного, стремительного, изящного и в то же время мощного и грозного. Всегда с удовольствием, я не служил на ракетных крейсерах пол-108 проекта, но тем не менее, всегда с удовольствием приходил в гости к своим однокашникам по училищу, которые служили на «Варяге», на «Фокине». У меня, я служил на противоводочных кораблях, на десантных последствиях, но тем не менее, всегда от посещения кораблей данного проекта у меня оставались самые приятные ощущения. Конечно же, в кораблях данного проекта, как было уже отмечено, что это был первый в мире ракетный крейсер, воплотились мощь, стремительность, красота. Корабли данного проекта явились результатом самых последних достижений, научно-технических, буквально революционных, вопросов кораблестроения, создавал эти корабли весь советский народ. И благодаря, я нисколько не сомневаюсь, наличию в составе военно-морского флота Советского Союза таких кораблей, мы имели уважение, авторитет и значительные успехи во внешней политике в то далекое время. Я не буду затягивать свое выступление. Что еще хочется сказать? Я надеюсь на то, что те традиции, которые сейчас возрождаются в военно-морском флоте, я надеюсь на это, коснутся и славного имени Грозного. Новые корабли, которые сейчас входят в состав военно-морского флота России, называются именами в соответствии с доброй преемственностью тех прежних кораблей, которые в свое время, в разные годы, входили в состав военно-морского флота Советского Союза. Ну, тот же, пусть даже корвет не эсминец, пока корвет сообразительный, ну и другие, настойчивый. Будем надеяться, что рано или поздно славное легендарное имя Грозный появится на борту нового, современного, мощного корабля нашего самого лучшего в мире военно-морского флота. Поэтому я еще раз поздравляю вас с праздником. Здоровья вам крепкого, терпения. Обязательно дожить до лучших времен, если кто-то считает, что сейчас жизнь трудная и какая-то, может быть, серая, отчасти. Но мы все верим в светлое будущее. Еще раз успехов вам и в сердце праздника. Михаил Федорович, ну, в вашем лице, значит, вот, мои сердечные поздравления всем ветеранам. И примите, пожалуйста, на добрую память памятный адрес за подписью командующего Балтийским флотом. Поздравляю вас. Спасибо, Олег Михайлович. А сейчас и звучат песни. Песни морские, даже тех флотов, на которых не служил крейсер Грозный. Эстеральная группа ансамбля песни грязки Балтийского флота. Балтийского флота. Олег Михайлович. Песни морские, даже тех флотов, а бывших, даже тех флотов, что люди поклить, твой волной пластбой. А моряки нужны и нужна плотана, а еще над бедной и нужны земля. И тогда, когда земля, и тогда, когда выимать земля. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Российского и Советского военно-морских флотов, наименование Грозной носили четыре корабля. Военный проход Грозный принимал участие в Крымской войне 1853-1855 годов и в числе других российских кораблей был затоплен экипажем на рейде, защищая собой Севастопольскую пункту от неприятий. Искаженный доносец Грозный в 1904 году принял участие в Цусимском сражении, одержал победу в бою с японским миноносцем и прорвался во Владивосток. Грозный был примером для экипажей многих кораблей, в том числе для экипажей кораблей новостроек, которые включали в состав 12 дивизий ракетных кораблей, и на Балтике отрабатывали необходимые задачи перед переходом к постоянному месту базирования на другие флота. Офицеры штаба и управления 12 дивизий ракетных кораблей были настоящими наставниками для офицеров, мечманов, старшин и матросов ракетного крейсера «Крозный». Своими воспоминаниями о службе в составе 12 дивизий предлагаю поделиться командировой скатерного миноносца осмотрительной в те годы, позже начальнику штаба Балтийского флота, вице-адмирану Александру Ивановичу Куражеву. Сегодня Александр Иванович, который в силу еще и председает комитета Союза участников войны ветеранов военно-массового флота Калининградской области. Дорогие ветераны, дорогие моряки, юноши, Вы сегодня впервые видите замечательный крейсер, историю которого неоднократно публиковалась и в нашей прессе, и в нашей печати, и есть даже в художественной литературе. А мне довелось с этим кораблем столкнуться здесь, вот в первом бассейне. Сейчас стоит подводная лодка у торца причала. Если мне не изменяет память, это что-то, по-моему, 70-е что-то. 64-е. 64-е. Вот. И мы стояли борт-а-борт. Я стоял в первом бассейне, а Грозный стоял рядом. Ну и как было? Во-первых, Грозный. Это один из четырех кораблей российского флота, первые крейсера, 62-й год. Тогда ракетных кораблей вообще не было, в принципе не было. Были артиллерийские корабли, были из минца 56-го проекта, были 30-ки без, были октябрины 68-го проекта. А вот крейсер и ракеты, это, конечно, только вот четырех кораблям, первые из которых Грозный. И если мне не изменяет память, то и Грозный, Головко, Фокин, Варяг, это вот все корабли, которые носили это, несли на своем борту это прекрасное оружие. Михаил Федорович в то время командовал этим замечательным кораблем. И моряки, эсминцы осмотрительные, по тем временам новейшего, вот такого же, как проект, как сейчас эсминцы, настойчивые и беспокойные. И мы учились, действительно, истинно, как надо выполнять свой воинский долг. Корабль готовился к переходу для службы на Тихоокеанский флот, проходил полный курс боевой подготовки, выхода в море. Если кто забыл, то напомню, начальником штаба был Шубович, капитан первого ранга, а Владимир Иванович Калабин был командиром дивизии. И вот мы, когда идем в море, а рядом идут корабли, особенно вспоминается эпизод, уважаемый глубоко нами, всеми моряками, независимо от своих политических взглядов, но Сергея Георгиевича Горшкова все хорошо помнят. И вот Сергей Георгиевич Горшков, пребывая на Балтийский флот, командование флота, хотел его, конечно, порадовать. Почему? Да потому что он к тому времени уже 30 лет был главком. И мне довелось, как командиру новейшего корабля, на своем борту выйти с таким замечательным человеком, как Сергей Георгиевич Горшков. А рядом был крейсер, ракетный крейсер «Грузный». Мы выполняли ракетные стрельбы не по одной единичной цели, а был звездный налет. Порядка шести, если мне не изменяет память, шести зенитных ракет было, вернее, не зенитных, а крылатых ракет запущено по нашему ордену. А здесь вот на выходе из Балтики, в полигонах боевой подготовки, мы это дело выполняли. И даже такой эпизод был, когда одна из ракет прорвалась через зону обороны и шла над мачтами эсминца-осмотрителями. Так вот, ракетный крейсер «Грузный» снял комплексом «Волна» эту ракету и не допустил ее попадания вообще в какой-либо корабль. Мне приятно вспомнить, что тогда звездный налет удался. И все корабли получили высокую оценку главкома Сергея Георгиевича. А сегодня мы празднуем замечательный день. Молодцы! Грузныйцы! 50 лет кораблю, а вы не забывайте, что вы служили на этом корабле. Вы гордо несете имя этого прекрасного ракетного крейсера. Я вам желаю всем удачи, успехов, кто продолжает трудиться, и тем, кто сегодня отдыхает. Работать с моряками, с балтийцами, быть всегда уверенным в правоте и в правильности своих действий. А вам есть чем гордиться. Спасибо за слово. Спасибо, Александр Иванович. Наверное, нужно вам, дорогие друзья, дорогие молодые моряки, напомнить, что такое 1962 год. Вы его не знаете. Это самый рассвет романтик космических полетов. Уже побывали в космосе Юрий Гагарин и Герман Дитов. Уже готовится к выходу в открытый космос наш Земля Алексей Архипович Италионов. Композиторы сочиняли, а народ с удовольствием распевал о том, что вот-вот на Марсе будут яблоки, небо не цвести. Мамы давали имена космонавтов своим детям. Тот из детей, кто не хотел стать космонавтом, не принимался в пионер. Юноши в предыдущих космических полетах и ракетах, все было в первой юбиле. Вот тут и встал от влака чизни крейсер «Коррозный». Не простой крейсер, а в первой юбиле ракеты. А в этот год здесь, в Балтийске, на другом, правда, крейсере, старшина первой статьи другого крейсера, крейсера «Сверху», Игорь Пантюхов писал, «Не в космос, а в иные дальнейшем курсам наших кораблей, и там сердцами испытали мы притяжение Земли. Класс обучения начальной прошли, присяги сведены на центрифуге многопальной, многоступенчатой волны, учил нас цену знать в минуте зор в корабле, узор боевых колоколов на жестком полотном батуте и в сурдокамерах коплов. Скафандрами крепчайшие пробы, спасавшими в морозы зной, нам были стиранные робы с кусочком неба за спиной. Витки походов дальних наших, не смыты пенистной волной, они, как полосы тельняшек, окантовали шар земной, в работе жили, как в полете, по трапам обгоняя звук, и вы меня не упрекнете. Прошел я на Балтийском флоте весь курс космических наук. А так писал изобретенный Кирилл Кантюбов. Но сейчас слово заместителю командира Балтийской военно-морской базы, капитану первого врага, Олегу Григорьевичу Сывугу. Уважаемые товарищи адмиралы, уважаемые ветераны, ракетного крейсера Грозный, мне очень приятно в этот день, в эту прекрасную дату, юбилейные 50 лет, со дня поднятия военно-морского флага Советского Союза на первом ракетном крейсере, присутствует в этом зале, и от имени командования Балтийского военно-морской поздравить вас с этой замечательной датой. К сожалению, при этом Балтийской базе Борисович Попов находится на совместных неуродных учениях, поэтому просил от его имени, от имени всего офицерского состава, поздравить вас с замечательной датой, пожелать вашему дружному экипажу именно так, потому что вы на протяжении многих лет, сколько я служу здесь в Балтийске, знаю, что вы на все юбилейные даты собираетесь, наверное, такого экипажа дружного, который у вас, наверное, ни на одном корабле Балтийского флота нет. Есть в Балтийском флоте, другим экипажем кораблей и ныне, здравствуйте, еще есть с кого брать пример. Поэтому всем благ, всем футам подкилем, всем ветеранам, бодрости, здравствуйте, и дальнейших успехов в вашем турге, в вашем служении на благо нашего Отечества. С праздником! Спасибо большое! Уважаемые друзья, вы ничего не обратили внимания на такую важную деталь? Отмечая 50-летие крейсера, экипаж почти в полном составе за все 50 лет здесь, да, еще никто не выходил, не говорил, еще не сказал ни одного слова. Поэтому с удовольствием я сказал одному из командиров ракетного крейсера Грозный контрабмиралу Михаилу Федоровичу Пинчукову. АПЛОДИСМЕНТА Уважаемые друзья, дорогие ветераны ракетного крейсера «Грозный», уважаемые гости, от всех моряков Грозненцев Наши слова благодарности всем за теплые слова в адрес нашего корабля и всех тех, кто в разные годы оставил частицу своей водской жизни на борту крейсера. Вложил свой вклад в славные страницы истории ракетного крейсера «Роза». С 1962 по 1992 год крейсер находился в составе военно-морского флота. За этот период он прошел свой путь от Северного флота до Черноморского и 26 декабря 1983 года ошвартовался на 65-м причале в Балтийске. Отличает крейсер «Роза» тем, что это современный. Все уже сказано, не будем повторяться, что это первый крейсер, на котором два вида ракет мы оружием. Главный комплекс 16 ракет и зенитно-ракетный комплекс «Волна» 16 ракет. И еще из 16 ракет 4 с ядерной боевого лопы. Можете себе представить дальность стрельбы до 300 километров, до заправки 320 километров по тем временам. Это можно стрелять прямо с базы до бархой. Конечно, я хочу сказать, что все успехи, которые крейсер достиг, это люди. И я вам хочу сказать, что с кем бы я ни разговаривал, даже до этого, я в 71-м году прыгал на крейсер, ушел в 87-м. И вот за те времена, я хочу сказать, что даже капитан первого ранга, замначальника военно-морского института, командир авианосца «Киев» не признался. Михаил Федорович, когда я поступал в училище, я вас помню хорошо. И я на крейсере, на крейсере, он с красного БПК «Красный Кавказ» прыгал. Я на крейсере, наконец-то, наелся. Он ждал отправки в училище и полтора месяца служил на крейсере. Я хочу сказать, что ваш покорный слуга 4 года, командуя его стартовой батареей, 4 года пытался со своей батареей, за общим столом. И я скажу, что было в столовой, в шелкой компании. Ну, почему пытался? Потому что на крейсере было 2, порой и 3 штаба. Начиная с главного штаба, штаб флота, штаб бригады, штаб дивизии. Поэтому, пока дойдешь к компанию, уже надо на последний день. Это такая деталь. Существовал дивизий. Грозниц звучит гордо. Служить по-грозненски, значит, натих. Я скажу, один большой мяченец в Средиземном море пришел, и купец-бая разбавящий там начал воспитывать. Ну, что это такое? Грозниц. Служить на отлично. Моряк служит на отлично. Ну, существовал такой. И существовал еще один дивиз. Один грозниц, это отдель. Два грозница, это взвод. Это о многом говорило. Почему? Потому что на грозном приходилось трудиться с утра до вечера. Мы не умыляем славы из-за слов других кораблей военно-морского флота, с которым гордо-борк нам приходилось решать учебные задачи в составе северного черноморского Балтийского флота на всех широтах Мирового океана. Я скажу, что в 69-м году ракетный крейсер, ну, вы видели Фиделя Кастер, фотографию, ракетный крейсер «Грозный» ходил с визитом на Кубу. В Атлантике впервые в 69-м стреляли главным комплексом по мишене на Дуне. Это самое. Да. И я скажу, да, дистанции стреляли не 300, а 25 километров. Это сложнее стрелять на дистанции этими ракетами на 25, чем на 300. Я хочу сказать, что и в 71-м году ракетный крейсер «Грозный» впервые стрелял ракетную стрельбу главным комплексом в Средиземном море. Нам американцы не давали выстрелив, неделю ходили за нами со всех сторон, закрывая все углы обстрела, начиная, собственно говоря, и тратчики даже, они там в то время были, их не задействовали. Я скажу, что за всем этим стояли люди. Моряки, мечмана, офицеры. И то, что крейсер являлся флагманским кораблем. Флагманским кораблем быть почетно, но это очень тяжело. Флагманским кораблем на Черноморском флоте инициатор соцсоревнования военно-морского флота три раза, инициатор соцсоревнования три раза Черноморского флота, я скажу, это титанический труд. Титанический труд. И я скажу, счастье эти задачи выполняли, выполнял экипаж ракетного крейсера. Что я бы еще хотел сказать. Почтение боевая судьба ракетного крейсера «Грозный» было в 85-86 годах. Она длительная, тяжелая боевая судьба. Но можете себе представить, ну я все офицеры постарше знают, можете себе представить, что ракетный крейсер «Грозный» получил, получил, сдал задачу К-1 флотилии на оценку отлично. Вот Сергей Владимирович, это самое, Сергею улыбается, он это знает, что мы сдавали эту задачу месяц, и мы ее сдали на отлично. И получили оценку отлично за боевую службу. Некоторые, я скажу, что посмеивающие, говорят, мы не имеем вам. Но это фактически так было. Я думаю, что здесь присутствуют люди, которые участвовали непосредственно в этих вопросах. Я скажу, что за 20 лет, находясь в строю, крейсер «Грозный» был 14 раз на боевую службу. 20 заходов в иностранные парки. А я вам скажу, что боевая служба – это дополнение боевой задачи. А 20 заходов в иностранные парки – это не просто представлять нашу страну. Это в лучшем виде надо ее представить всем. Потому что, выходя в город, матросы, старшины, мишманы, офицеры – они уже несут ответственность перед своей страной. Я хочу сказать еще, что Грозный, ну, вот я вам сразу говорю, первый в вооруженных силах получил вымпел министра обороны за военскую доблесть, для меня на учениях и морских походах. Это высокая награда. Она была впервые убедена, в последующем получали, ну, крейсер получил. Все это для того, чтобы получить, это тяжелейший труд офицеров, всего экипажа. Я хочу сказать, что я приношу слова признательности женам офицеров, мишмановым, которые с пониманием и терпением относились к нелегкому, но почетному дугу своих мужей. Матерям и подругам, старшин матросов, писавших письма со словами любви и поддержкой своим морякам. Вот такой пример, хочу сказать, это особенно для матросов. Мы пришли в боевую службу, пошли в ЕПА, завод на авиационный ремонт. Ну, корабль имеет ядерное оружие, значит, и срок ремонта соответствующий. Труп приходит ко мне, матрос, в боевой части 5, и говорит, товарищ командир, ну что за наглость такая? Вот с ремонтной роты, которая в 29-м заводе, там матросы, пишет письмо, что он на ракетном трещере Грозный был 7 месяцев на боевую службу, что были там, 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 выполняли задачи. То есть это говорит о том, что он наслушался, где был Грозный и как ходили, вернее, были на боевую службу. И пишет письмо своей подруге. Я не случайно и сказал, что я хочу слова благодарности сказать офицерам Грозного аппарату воспитать замполитов. Я скажу, что, конечно, у нас, ну, если честно сказать, то они отпорные были. Их-то и отбирали на флагманской терапии в соответствии по решению члена военного совета. Но я хочу сказать, что те, кто не хотел у нас служить, они приходили, через полгода вынуждены были уходить. Сдавались. Потому что то проспит где-то, то на дежурство не сдал, то в то время, где надо на приеме пищи находиться, в то время спид-каюте. И здесь вот хотел бы сказать, что крейсеру везло на этих людей. Крейсеру везло на ракетщиков. Потому что если ты отличник, то ты должен и стрелять на отлично. А это все зависит от ракетщиков. Я хочу сказать особо благодарность. Вот здесь Юрий Васильевич находится в ногу, в командир боевой части 5, вот, ракетного крейсера, что в тяжелейших порой условиях решали задачи. Планово-предвестительные ремонты делали на ходу. Глушили трубки, выводили котел. На ходу. А это я скажу, что я сам, когда Морин, командир группы, находился в котле, я себе не мог от нее отказать, залезть туда к нему в котел и посмотреть, что за работа, как ее выполнять. Поэтому, ну, насчет дымения, Юрий Васильевич, это бы тут парасиловой корабль всегда дымит. Но один случай был такой, когда мы шли с боевой службы в Пискальском заливе, ну, за крейсером всегда иностранные корабли с цельдя. Ну, нас сопровождал англичанин. Потом вышел портургалец, Миноносец. И когда мы решили уйти, чтобы не попасть в шторм, в Пискальском заливе, я Юрий Васильевич говорил, рассчитай, пожалуйста, топливо, стопы, потому что пойдем максимальным ходом. И вот, когда мы пошли максимальным ходом, то Миноносец задымил таким образом, что я вынужден для поддержки, как говорится, морального духа экипажа и дал подразделяцию по кораблю. Командир Рубочек, разрешай, соблюдая меры осторожности, выйти и посмотреть, как дымит портургалецкий Миноносец. Это говорит о том, что много работ. Крейсер дал 11 кандидатов и докторов наук, 11 адмиралов. Ну, один кандидат наук, профессор, по-моему, находится, вот, пожалуйста, служил на крейсере в Севастополе, сейчас преподает доктор исторических депутатов. Я бы хотел еще раз сказать. Вечная память и низкий поклон тем, кого уже нет с нами. Почти не память вставания. Прошу сесть. Мне, послужившим на ракетном крейсере Грозный, я послужил 16 лет и ровно 10 лет. Прошедшему путь от лейтенантской погоны до командирского мостика вместе с моими боевыми товарищами хочется выразить в надежде, что главная плоская традиция, пришедшая к нам, как Олег Михайлович выступал и говорит, что он или чувствовал уже, или имеет информацию, что мы хотим обратиться к командующему, к честь командующего, главное командующему, чтобы один из новопостроенных кораблей носил гордое имя ракетный Грозный 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 потому что ракетный крейсер это сейчас трудно об этом говорить, но чтобы корабль назывался Грозный. Вы видели, что 4 корабля лезь, надо же 5-е поколение, ну и в будущем 6-е поколение существовало. Слово для защищения обращения ветерана ракетного крейсера Грозный главнокомандующего военно-морским флотом предоставляется капитану первого рамы Бенщину Виктору Михайловичу. Обращение ветерана ракетного крейсера Грозный главнокомандующего военно-морским флотом России вице-адмиралу Черкову военному совету военно-морского флота товарищ вице-адмирал товарищи члены военного совета ветераны крейсера Грозный обращаются к вам в дни празднования знаменательной даты и десятилетия со дня подъема военно-морского флага на нашем корабле. Ракетный крейсер Грозный поистине уникальный корабль появление которого в составе военно-морского флота нашей страны стало символом ее экономического научно-технического и морского могущества проявлением готовности военных моряков защищать национальные интересы Родины в любых районах Мирового океана служить отчизне честно и с достоинством Грозный был не просто кораблем с мощным ракетным вооружением но еще и настоящей школой мужества морской выучки профессионализма и безусловно школой воспитания прежде всего воспитание высоких человеческих качеств верности долгую и конечно же плоскую образство Грозненская школа и сегодня служит народу на корабле подготовлено 12 адмиралов десятки ученых сотни преданных военной профессии офицеров и мишленов свои знания свой опыт они передают молодому поколению которое продолжает лучшие традиции эпохи океанского ракетно-ядерного флота нашей страны тысячам мужчин крейсера дал настоящую путевку в жизнь ракетный крейсер Грозный свое название Грозный корабль получил не только благодаря тому что обладал колоссальной огневой мощью но и прежде всего потому что сам был продолжателем замечательной традиции отечественного флота имени которое было передано кораблю его предшественникам в составе российского советского военно-ворческого плотов название Грозный носили четыре корабля военный пароход Грозный принимал участие в Крымской войне 1853-55 годов и в числе других российских кораблей был затоплен экипажем на рейде защищая собой Севастопольскую бухту от неприятеля миноносец Грозный в 1904 году принял участие в Цусинском сражении одержал победу в бою с японским миноносцем и прорвался во Владивосток в годы Великой Отечественной войны прославился экипаж краснознаменного эсминца Грозный Северного флота этот эскадренный миноносец кроме всего стал настоящей жизненной школой для будущего известного писателя Валентина Пикуя ракетный крейсер Грозный входил в состав Северного и Черноморского плотов а в начале 80-х годов по праву стал флагманским кораблем важных краснознаменного Балтийского флота товарищ лиц-адмирал товарищи члены военного совета военно-морского флота члены экипажа ракетного крейсера просят вас рассмотреть вопрос о присвоении наименования Грозный одному из строящихся боевых кораблей военно-морского флота России мы уверены что новый корабль с таким названием его экипаж станут достойным приемниками славы четырех поколений Грозного уверены что сегодняшние моряки продолжат наши традиции будут столь же верно служить нашему отечеству как верно служили родине Грозницы на протяжении двух веков обращение принято на собрании общественной организации ветеранов ракетного крейсера Грозный 30 июня 2019 года подписано председателем общественной организации ветеранов ракетного крейсера Грозный контр-адмиралом отставки Михаилом Федоровичем Печуком командиром ракетного крейсера Грозный в 1984 1987 годах город Балтийск дата сегодняшняя Дорогие ветераны, я даю слово офицера дважды краснознаменного Балтийского флота, что буквально на следующей неделе, до конца следующей недели, ваше обращение за подписью «Врева командующего Балтийским флотом» ляжет на стол главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации. Думаю, что... Спасибо. Я уверен, что у нас все с вами получится. Шансы на успех очень высокие. Сплав вашей мудрости, вашего опыта и нашей энергии настойчивости, как молодого поколения военных моряков, принесет желаемый результат. С учетом того, что в стране принята кораблестроительная программа и современные, новые современные корабли сейчас строятся массовыми сериями, обязательно найдется борт для этого славного имени Грозного. Я думаю, что все будет хорошо. Спасибо вам за доверие. Спасибо большое. Ну, Михаил Федорович, все у меня обняли видение, представили всех. Ну, знаете, за что обидно? За женщин. Я так вот формулировал, вот чтобы сейчас посвятить что-то слова. Женщина, вы меня не просто опередили, но вы такие слова произнесли в их адрес, что я буду сейчас просто молча передавать им свои приветы офицерским женам. И не молча, а мне песню из-под офицерские жены. Поет садистка ансамбля песни Пятки Балтийского флота Елена Скиданова. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЕТСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Я желаю мира, я добра желаю И каждому здоровья от всей души желаю И мне немного так надо Хочу, чтобы я, любимая, вся моя родня Желаю, чтобы все были сторони И чтобы на вами Сиял солнце, ярче, чем нам Субтитры создавал DimaTorzok И чтобы ваши дети вас радовали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Идем субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок hy сооружений Торзок И вечно верная Земля Как продолжение похода Судьба одна И жизнь одна На сердце радостно и горько И бескозыркою луна Висит На звездной переворке Это писал Вячеслав Сукашевич Наш балтийские là Официант Без козырка, старшина, я ведь сам старшина второй статьи про декорабельный, про телеграфист, ну, заслуженным артистом республики стал, Геннадий Подещук. А сейчас сюда выяснилось. Спасибо. А сейчас у меня будет грабельный грозненец, старшина первой статьи, который стал кандидатом из статистических наук, профессором кафедры Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Павлович Чесноков. Аплодисменты. Он стал служить на грозную срочную службу в период 1969-1971 год. В памяти осталось множество событий, дальние походы, чистка корабельных цистерн, краска кабельных выборов, ну, и прочие события, связанные с ремонтом и дальней походы на Кубу, на Мартинику, заходом на Мартинику. Все это мы пережили. И что так интересно устроена жизнь, что мы, как и все срочники, считали дни, сколько осталось до Тимбеля. Но, как оказалось в последующей жизни, что это было самое прекрасное время, которое мы всегда, ну, я всегда вспоминаю. И, наверное, и моряки, которые служат сейчас, будут вспоминать это время. Иногда говорят, что вот, спрашивают, как у вас отношения с тобой, с коллегами, там, с служивцами. Да, такие случаи были, ну, как мы сейчас говорим, Метковщина, да. Ну, я пример Метковщины приведу, который у нас был в нашей боевой части 5, группе электриков. Когда мы швартовались в минной стенке в Севастополе, то право, ну, дизель-генератор, турбогенератор включали и питание с берега получали. Вот привилегией матросов, служащиков по третьему году было то, что они выходили на берег, кабеля тащили на берегу. А мы первый второй год не сходили с корабля, размахтывали. Вот это была такая привилегия, ну, и как бы вот такой случай, который вспоминается. Поэтому я хочу отметить, что память о Грозном, она, ну, вот для нас, для Грозного, она священная. И мы, наверное, нам захотелось бы даже в то время, когда парк будет июз, будет поднят на пятом колене корабля. Хорошо, спасибо. Я сейчас обращаюсь к матросам, нынешним матросам. Нормальная встреча? Вам интересно? Так точно. Так точно. Возьмутся в эту эпоху, да? Вот этих людей увидели. Морехода, мариман, настоящих военных моряков. Мне, как гордится, в ансамбле песни, и, как все гордятся, да, своим кораблем, что-то там было на этом кресле, такое важно в жизни. У нас в ансамбле песни «Бляска, Балтица» кто-то тоже ее еще гордится. И вот сейчас, опять, как гордости сейчас прозвучит. Это песня, которая родилась в нашем коллективе. Давно-давно, в первые, наверное, так вот, в первые, последние военные годы месяцы, или в первые послевоенные, эту песню написал политработник ансамбля песни «Бляска, Балтийского флота» Соломон Фагельсон. Песню вы знаете хорошо. Вы или не знаете, а вот эти люди точно знают. И начнут подпевать, а вы и не подпеваете. Уж песня, ну, стоит этого, честное слово. А вы все знаете хорошо слова. Женщины живут под «Бляска» сразу со второй строчки. Пожалуйста, пойти. Василь Бал Соловьев-Седорь, лейградский композитер. Офицер ансамбля песни «Бляска Балтийского флота» Соломон Фагельсон. Песня «Пора в путь дорогу». Песня «Бляска Балтийского флота» Делать вечер, 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 Когда пилот скажет прям «делать нечего». Мы приземлимся за столом, Поговорим о том, о селке, И нашу песенку любимую споем. Песня «Бляска Балтийского флота» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok